Здравствуйте, ребята! С вами я, Нишанова Чинара Джолдушпаевна. Ребята, а вы знаете, что обозначает слово «здравствуйте»? Правильно, люди желают здоровья друг другу при встрече. Что вам известно о здоровье? Почему люди заботятся о своем здоровье? Верно, друзья, здоровье — главная ценность человеческой жизни. Здоровье — это один из источников счастья и радости каждого человека, а вместе с тем — достояние целого общества. Личная гигиена — это те действия, при выполнении которых человек поддерживает свое тело и жилище в чистоте. Вот сегодня на занятии мы поговорим о нашей личной гигиене. Тема нашего урока — гигиена школьника. Цели нашего урока. Получите информацию о коронавирусе. Узнаете об основных правилах личной гигиены школьника во время пандемии. Научитесь правильно использовать медицинские маски. Как вы думаете, что такое коронавирус? Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой симптоматики. Однако бывают и тяжелые формы. Но чтобы оставаться в это опасное время здоровым, мы должны соблюдать правила личной гигиены. Как вы думаете, что значит личная гигиена? Это значит быть чистым. А для этого нам нужно каждый день утром умываться, мыть руки, лицо, шею с мылом. Обязательно чистить зубы. Правильно! Личная гигиена школьника — это значит уход за своим телом, содержание его в чистоте. Насколько это важно и необходимо, мы с вами узнаем на занятии. Во второй четверти этого учебного года родителям школьников нужно быть особенно бдительными. Когда по всей стране открываются для занятий школы, Министерство здравоохранения Кыргызстана для родителей и детей выпустило ряд рекомендаций и помяток для родителей и школьников, благодаря которым при нынешней ситуации учеба была бы безопасной. Все школьники, родители и педагоги должны знать об опасности заражения коронавирусом. Родители должны стать личным примером для своих детей и показать, как можно сократить риск заражения коронавирусом. Родители регулярно должны напоминать детям об опасности коронавируса и важности соблюдения мер личной гигиены. Правило первое. Часто мойте руки с мылом. Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Частое мытье рук с мылом защищает нас от вирусов. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками. Правило второе. Соблюдайте расстояние и этикет. Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, при чихании, кашле. Поэтому необходимо соблюдать социальное дистанцирование не менее 1 метра от больных. Избегайте прикасания руками глаз, носа или рта. Вирус гриппа и коронавирус распространяются именно этим путем. Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Избегая излишних контактирований с людьми, не нужно поездок и посещений многолюдных мест. Можно уменьшить риск заражения коронавирусной инфекцией. Правило третье. Введите здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте правильный режим дня, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность. Правило четвертое. Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски. Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса. Медицинские маски для защиты органов дыхания используют При посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте, в период роста заболеваемости, острыми респираторными вирусными инфекциями. При уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями. При контакте с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции. Ребята, а вы знаете, как правильно носить маску? Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная из-за различной пропитки. Однако, нельзя все время носить одну и ту же маску. Потому что вы можете инфицировать дважды сами себя. Как носить медицинскую маску? С лицевой или оборотной стороны разницы нет. Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Старайтесь не касаться поверхности маски при ее снятии. Если вы ее коснулись руками, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством. Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую. Не используйте вторично одноразовую маску. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным. Но она не целесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом. И маску надевать не стоит. Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски, необходимо соблюдать и другие профилактические меры. Как и другие вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязненной поверхности. Например, дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязненными руками рта, носа или глаз. Что делать в случае заболевания гриппом, коронавирусной инфекцией? Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача. Соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств. Тошнота, рвота, диарея. Каковы могут быть осложнения? Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами. И у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни. Что делать, если в семье кто-то заболел гриппом, коронавирусной инфекцией? Вызовите врача. Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного. Ограничьте до минимума контакт между больными и близкими. Особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Часто проветривайте помещение, сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами. Познакомьтесь с правилами личной гигиены школьника во время пандемии. Используйте средства личной гигиены. Чистить зубы не менее 3 минут. Всегда мойте руки перед едой, после прогулки и туалета. Имейте всегда чистый носовой платок или одноразовые салфетки. Для еды пользуйтесь только своей посудой. Не берите грязных тарелок, ложек, чашек. Для питья воды используйте одноразовые стаканчики. Использованные стаканчики выбрасывайте в мусорное ведро. Следите за чистотой своей одежды, обуви. Не ходите в одной обуви на улице и в школе. Ежедневно принимайте душ. Ребята, обязательно на завтрак принимайте горячее блюдо. Главный принцип – еда должна быть разнообразной и полезной. Первый завтрак должен быть дома. Второй завтрак – на второй или третьей перемене. Обед должен длиться минимум 20 минут. Кроме того, должно быть достаточное количество фруктов и овощей. Не забывайте, ребята, самое главное, во время обеда тоже надо сохранять дистанцию. Прогулки на свежем воздухе. Пешие прогулки на свежем воздухе – это действенный способ улучшить наше самочувствие. Во время перемены школьники должны выходить на свежий воздух. В классе надо проводить частую влажную уборку и регулярно проветривать кабинет. И во время прогулки соблюдайте дистанцию, не касайтесь друг друга. Зрительная гимнастика для детей. Прежде всего, нужно позаботиться о детском зрении. Специальные занятия для детей особенно полезны, так как в юном возрасте зрение садится очень легко. В современном мире дети нагружают свои зрительные органы гораздо больше своих родителей. Этому способствуют всевозможные интерактивные приборы дома и в школе. Постоянный просмотр интернет-сайтов и социальных сетей при помощи смартфона. Негативное влияние может оказать даже чтение книг и определенные игры. Очень важно, чтобы родители своевременно приучили своего ребенка делать гимнастику для глаз хотя бы дважды в день, так как это поможет расслабить глазные мышцы и снять напряжение. Стоит помнить, что она способна не давать развитию многих заболеваний. Гимнастика для глаз помогает значительно натренировать мышцы, укрепить их и избежать серьезных проблем во взрослой жизни. Рекомендации можно осуществлять в разное время с различной периодичностью, например, на переменах между уроками или перед выполнением домашних заданий. Родителям нужно обратить внимание на аппетит, активность, рост, вес тела, колебания давления и обратиться при их изменениях к врачу. Советы мамам и папам. Научить чихать или кашлять в салфетку или в изгиб локтя. Соблюдать меры предосторожности при коронавирусе. Выполнять упражнения на осанку, гимнастику глаз. Соблюдать режим дня, питание. Совершать прогулки на свежем воздухе. Соблюдать правила личной гигиены. Вести здоровый образ жизни. Ограничить время пользования детей гаджетом. А теперь давайте чуть-чуть отдохнем и послушаем сказку про маленького гнома. Давайте отправимся с вами в страну гномов. Эта страна находится в волшебных лесах на самом краю земли. И каждый день там происходят невероятные чудеса. Так случилось и на этот раз. Маленький гномик Бобо прибежал со школы домой. Гномик был очень веселый, хороший. И как каждый счастливый ребенок, совершенно не обращал внимания на грязные руки или порванные штанишки. Именно поэтому, забежав в домик, он не побежал к умывальнику мыть руки после школы, а сразу бросился на кухню, где бабушка жарила очень вкусные пирожки. Как вы думаете, правильно ли поступил Бобо? Конечно, нет. Ведь после школы наши ручки очень грязные. И на них появляется очень много малюсеньких уличных человечков. Там, где они пробежали, появляется грязь, пыль и пауки. А мы с вами знаем, что в такой грязи не живет никто, кроме болезнючек, кашлючик и сморкучек. Посмотри, какие у тебя грязные ручки, сказала бабушка. «Твоя армия защитников с этой грязью сама не справится». «Какая армия?» удивился гномик. «Сейчас сам все увидишь», сказала бабушка и взмахнула платочком. Гномик начал стремительно уменьшаться в размерах и оказался рядом со своим пирожком. Только теперь пирожок был похож на огромную гору. Вот тут-то гномик увидел много маленьких человечков. Одни человечки были белые с маленькими вениками и совочками. Они подметали грязь и мусор за черными человечками неряхами, которые этот мусор раскидывали. Но черных человечков было больше, и белые не успевали все за ними убирать. «Кто вы?» спросил гномик. «Мы армия полезных бактерий», ответил один из белых человечков. «Мы следим, чтобы в твоем теле был порядок, чтобы к тебе не прилипали болезнючки, кошлючки и сморкучки. Помогаем тебе быть сильным и здоровым». «Но когда ты не моешь руки, человечков нерях, а это никто иные, как вредные микробы, становятся слишком много, и мы не успеваем убирать всю грязь, которую они раскидывают». Гномик все понял. Он вернулся назад к бабушке и сразу побежал мыть руки. Теперь он знал, что не просто моет руки, а помогает своей армии полезных бактерий, защищающих его, и очень этим гордился. Вам понравилась сказка? Чему она нас учит? Верно, ребята. Если мы будем соблюдать все правила личной гигиены, то мы поможем своему здоровью защититься от разных вирусов. Ситуация с коронавирусом внесла большие изменения в жизнедеятельность детского и взрослого населения Кыргызстана. Возникла необходимость строительства новых больниц, закрытие на карантин детских, школьных и дошкольных учреждений и перехода обучения учащихся на дистанционные. Практически все население страны вынуждено было соблюдать карантинный режим. В настоящее время ситуация с коронавирусом изменилась в лучшую сторону. Уменьшилось количество заболевших. Но до настоящего времени существует опасность повторения ситуации. И поэтому наша обязанность продолжать выполнять режим безопасного нахождения учащихся в школе, общественных местах, основные меры которого направлены на предотвращение контакта здоровых людей с больными. Соблюдение режима дня, сбалансированное питание, выполнение режима дня школьника, выполнение гимнастики для глаз, регулярные прогулки на свежем воздухе, упражнения на осанку, нормированное пользование электронными устройствами. Именно эти вышеперечисленные меры предосторожности могут сохранить здоровье взрослых и детей. Давайте вспомним цели нашего урока. Получили информацию о коронавирусе. Узнали об основных правилах личной гигиены школьника во время пандемии. Научились правильно использовать маски. Молодцы, друзья! Соблюдая личную гигиену и все правила, которые мы сегодня повторили, мы всегда будем находиться в безопасности. Будьте здоровы! На этом наш урок подходит к концу. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова